Берем камень, омытый водой, составляем пирамидку и загадываем желание. Смотрите, какая интересная штукенция. Мне кажется, что вот по камням было бы гораздо безопаснее, Кать. По десятибалльной шкале водопадов, на мой взгляд, твердая шестерка. Я сколько раз не загадывала тут желание, только на шестой год сбылось. У меня для тебя наконец-то есть один сюрприз. Катя, зачем к нам на Сахалин едут туристы? Ну конечно, за нашей сахалинской природой, Дима. Ну а как же экстрим? Вполне можно совмещать. Духовное просвещение. И это, кстати, тоже, и у нас есть несколько таких крутых маршрутов. Хорошо, представь, ты приехала на Сахалин на один день, куда ты отправишься? Ну, на самом деле, такого быть не может, но если вдруг такое случилось, то лучше всего поехать на Остане с лягушкой и водопад Айхо. Ну что ж, сегодня мы вам расскажем и покажем, что здесь можно сделать. Да, мы это краеведы Кать Федорова. Диму Глаченко. Погнали. Наша сегодняшняя цель в 22 километрах от Южно-Сахалинска. Выезжаем из города и поворачиваем налево, на Охотскую трассу. Минут через десять проезжаем село Весточка. Буквально сразу за ним поворот налево, далее еще с километр по грунтовой дороге и попадаешь на обустроенную парковку. Может показаться, что мы находимся в каком-то тропическом лесу, и вот невероятного вида растения прямо над нашей головой. Но, оп, это наши сахалинские лопухи или белокопытник. Они действительно поражают размером, особенно когда видишь все это в первый раз. Мы уже делали несколько программ про лопухи и рассказывали про них, особенно как их можно есть и готовить. Обязательно посмотрите эту программу на нашем YouTube-канале. Обычно у популярных достопримечательностей кипит жизнь. Они обрастают множеством торговцев, едой и сувенирами. А станец лягушка тоже весьма известное место. Вот только вместо бойких коммерсантов здесь вас поджидают клещи. Идем-то мы прямо в лес. Шансов столкнуться с медведем значительно меньше. Но все же стоит запастись средствами защиты от хищников всех размеров и мастей. Есть миф, как будто японцы сюда привезли клещей, которые больны энцефалитом. Я не знаю, насколько это правда, но лучше, честно говоря, подстраховаться. Да. А японцы случайно медведей на сахалин еще не завозили? Не, я думаю, они появились намного раньше. Ну и на случай медведей у нас тоже всегда имеется с собой. Хочешь нажать? Давай. Куда-сюда? Ага. Сегодня весточка – это не просто тропинки в лесу, а полноценный этнопарк. В 2016 году краеведы были на лягушке первый раз. Посмотрите, как все изменилось. Активно развивать начали еще в 2018 году. И до сих пор регулярно обустраивают и дополняют локацию. А станец меняется, а вот хорошо это или нет – каждый для себя решает сам. Мы такое ощущение не в лесу, а на какой-то турбазе все так обустроено. Красота. Да, действительно, здесь можно снять беседку, пожарить шашлыки. При этом при всем все сделано так очень экологично. Везде вот такие деревянные помостки, клумбы. И прямо напротив оборудованный хороший туалет. Часто на весточке, известной еще как Место Силы, проводят этнические праздники. Один из самых ярких – День Ивана Купалы. Одинокие девушки плетут венки и запускают их в реку. Устраивают танцы и купания. Мы вот, например, встретили председателя местного клуба «Моржей». Разговорились и за беседой наткнулись на огромные деревья, которые могут дать хору знаменитым баобабам. Их и нескольким людям не охватить. – Как давно лежит это здесь? – Ну, я уже лет десять эту вижу картинку. До этого я и сам сюда не ходил. – Ну, тоже, получается, было огромное дерево, да? – Да, это часть этого дерева отпала. Ну, красиво? – Красиво. – Красиво. Место силы весточка так сильно окутано мистическими легендами, что может закружиться голова. В моем случае – от скептицизма. Тут принято загадывать желания, причем буквально на каждом углу. Берем камень, омытый водой, составляем пирамидку и загадываем желания. Все, надеюсь, мое желание сбудется. Сбываются только те желания, пирамиды для которых вы составили из камней, омытых местной рекой. Но это не точно. Дима тоже решил загадать желания и полез для этого в ручей. – Что там, Дима, новая машина? – Да, ну… – А что такое? – Это все мирское. – Так, чтобы все люди были здоровы? – Да, от души, да, чтобы все было хорошо. А вот тут камней набралось на целый сад. Это яркий пример, как не надо загадывать желания на весточке. Люди поднимают осыпавшиеся пирамиды и составляют их заново. Получается, загадывают свои желания на обломках чужих. Гарантию на исполнение такой мечты вам никакой дух не даст. – Представляете, сколько здесь чьих-то желаний? Ипотека, новая машина, чтобы все были здоровы. В 2019 году ведущий программы краеведы Сергей Суханов тоже загадывал здесь желания. И где-то, возможно, еще стоит его пирамида. – Хочу, чтобы у программы краеведы на ютюбе был миллион просмотров. Эх, Сергей, не сбылось твое желание. Надо было камни в реке омывать. – Да, прогулка здесь может стать приятным вечерним променадом. Представьте, что вы в роскошном дендрарии. Шаг влево, шаг вправо и вовсе в лесу. Но на деле вести себя здесь надо, как в картинной галерее. И не трогать ничего руками. Почему? А вот. – Порщевик может, на самом деле, оставлять вот такие вот шрамы. Поэтому нельзя пренебрегать мерами безопасности. И обязательно лучше знать в лицо своего врага, да? – Просто трогать борщевик – это не опасно. Опасно его соком. Даже если вы попали в сок, можно его смыть. Если не успеете смыть, то солнечные лучи это делают. Но хватит благоустроенных тропинок. Вальяжные прогулки – это не про краеведов. Решено – с оборудованной тропы сворачиваем в лес. – Я предлагаю не терять время и пока такая хорошая погода прогуляться на водопад Айхор. – Да, друзья, сделать это очень легко. Маршрут элементарный. Если вы хотите найти дорогу на Айхор, смотрим на таблички. – Вперед? – Да. Так жарко становится, что решаем раздеться. Удивительная все-таки погода на Сахалине. Чехов об этом не предупредит, а мы предупредим. В рюкзаке должна быть одежда на все случаи жизни. По тропе мы сегодня идем первыми. Других следов нет. А значит, надо немного спугнуть местных обитателей. Прогулка по лесу – настоящее удовольствие для тех, кто ценит и любит природу. По дороге встречаются и хвойные деревья, и цветущие кустарники. А на фоне – идеальное музыкальное сопровождение. Симфония шелеста древесных листьев под ритмичный аккомпанемент реки, богатой на пороге. В таком чудесном месте расположена поляна фей. На стенде написано, что волшебные существа то исчезают, то появляются. Дорога на водопад Айхор растянулась примерно на 5 километров. Местами нужно идти по камням, иногда по оборудованным мостикам или вовсе под упавшими деревьями есть. Иногда нужно еще и голову поднимать от камней для того, чтобы увидеть вот такую красоту. Вон, смотри, какой красивый каскад водопада. Знаешь, я большой любитель покупаться в необычных местах. Смотрю и вот аж глаз блестит. Думал, где же уже покупаться? Ну, ты дойдешь до водопада и сделай это там, прямо в красивом месте. Тогда мы еще не знали, кто из нас окунется в водопад. Спойлер, не Дима. На одном из участков начался тот самый экстрим. Подвесной мост через реку, натянутый на металлических тросах, со временем прохудился и сейчас выглядит опасным. Мне кажется, что вот по камням было бы гораздо безопасней, Кать. Вы все ждете, когда я заору от страха? А я вот сегодня возьму и не заору. Я уронила баллон наш с вами. Вот тебе, Дима, хотел экстрима получить и распишитесь. Ладно, экстрим хоть и средний, но вполне, вполне. Слушай, это же кто-то делал и я заметил, что мостки, по которым мы шли, тоже местами прохудились. Ну, сезон только начинается, может быть, это все будет восстановлено, не знаю. Еще на поляне нам рассказали, что нуждаются волонтеры, которые помогут притащить на тропу бревна, восстановить переправы. Если вам интересно и вы хотите помочь парку, контактные телефоны мы оставим в комментариях под видео. Да-да, там, где лайки и подписка, чуть ниже. С мистикой хотелось бы завязать, да никак не получается. Следующий информационный щит уверяет, что лес таинственный. Это место называется Таинственный лес и на щите написано, что мы здесь можем встретить Бабу Ягу. Она сзади вас. Отлично. Наш оператор Женя на Бабу Ягу не похож. Но ведь и сказочка еще не закончилась. Отошли немного от реки и наткнулись на мертвое дерево. А под ним, ух, смотрите сами. Вот оно, яйцо кофея. Так, дерево есть, камень есть, ну все как нам рассказывали. Да, и оно на самом деле выглядит как яйцо, посмотри какое овальной формы. Прикольно. Ну а что лежит в яйце? Игла. А в игле? Кощей во смерть. Ладно, официально заверяем, во время съемок выпуска ни один Кощей не пострадал. Это обычный камень, оплетенный корнями, но выглядит все как в тропических джунглях. Представляете, у природы на создание этого ушли века, а у нас всего пара часов на то, чтобы полюбоваться. Ну, если присмотреться, то это прям минерал какой-то, это похоже, посмотри, вот здесь вот на мрамор, как будто вкропления мрамора какие-то. Ловушка, в которую попадали многие туристы здесь побывавшие. Прошли еще полчаса и увидели водопад. Ну, наконец-то, кажется, все, пришли. Хотя, погодите, нет, река Комиссаровка такая коварная. И что, это есть знаменитый водопад Айхор? Нет, Дима, это еще не конец нашего маршрута. Это, если ты видишь, вот там вот наверху, вон там бьет река. Вот мы идем туда. Через реку переходим по бревну. Ну, чем вам не экстрим? После такого моста очередной сюрприз. Куда идти? Опытные холостяки говорят, что налево. И они правы. Волонтеры выручайте. Сделайте, наконец, указатель для туристов. Они вам будут крайне признательны. Мне кажется, этот последний подъем, он был самым тяжелым за все время нашего похода. По-честному, это несложный трек, да. И соглашусь, последние вот эти метров 200, они не самые сложные. Но это того стоило. Да, ведь такой величественный водопад своими глазами. Сейчас мы еще сделаем здесь классные фотки. Водопад Айхор, по-другому Веста, обрушивает реку на 8 метров вниз. А далее бурный поток устремляется еще вниз по 200-метровому каскаду, состоящему из водопадов помельче. Здесь такая легкая прохлада ощущается, прям в спину поддувает все эти брызги водопада. Ты уже который раз на этом водопаде? Третий. А я первый. Ну и как тебе? Давай по десятибалльной шкале водопадов, на мой взгляд, твердая шестерка. Отличный маршрут, красивые виды, а если бы еще и солнце светило, вообще бы пушка-бомба. Мне нравится вот это дерево, которое пересекает водопад пополам. Это очень красиво. Ну а сейчас... Чай. Фотографии в платье. Чай. Куда же без фотографии в платье? Ведь я его несла в рюкзаке специально к этому моменту. Помните журналистку Бриджит Джонс, которая постоянно попадала в нелепые ситуации? В этот раз я прочувствовала эмоции этой героини. Камни скользкие. Сколько раз говорить, Катя, пару лет назад отсюда МЧС человека выносила со сломанной ногой. В общем, не повторяйте за Катей. Это очень опасно. Как и топать обратно в мокрых ботинках. Дима, не ворчи. Посмотри на водопад. Как он красив и величественен. Это же музыка для души и вдохновения. Прекрасное место, чтобы найти и почувствовать гармонию с природой. Возвращаемся обратно уже без остановок. Быстро. Весь наш трек на водопад и обратно занял два с половиной часа. С легкой прогулкой, конечно, мы слегка погорячились. Если вы вдруг собираетесь идти на Айхор после дождя, то знаете, чистыми вы не вернетесь. Это совершенно другое, нежели прогулка в парке. Да, скользкие ветки, скользкие камни и, конечно, низкие и острые ветки. Мы немного грязные, но нас это нисколько не пугает. Нас ждет еще одна прогулка и прогулка, собственно говоря, на останец лягушка. Осталось совсем немножко, отправляемся. Кстати, этот останец имел особое значение для Айна. Здесь они достигали просветления. Оно и понятно. Поднимаясь в гору, ты не только думаешь о жизни. Ты ставишь перед собой конкретную цель. Только вперед. Чувствуется энергия лягушки. Даже сейчас, во время подъема, слышишь какой-то потусторонний шум. Ну, не это Катя так сопи, помка. Кать! Катя! Да что? Стой, дуя! Миф номер два. Энергетическая исключительность этого места. Не знаю, помогает мне она или нет, но Дима, хоть и скептик, а точно зарядился. Ну, или чего-то особенного съел по дороге. Лишь бы не борщевика. В общем, миф не опровергнут. Давай на перегонки, а? Эй, побежали! Ты победил! Побежали! У-ху! Я победил! Я побеждаю! Я побеждаю! Катя, я побеждаю! Микрофоны вовремя не выключили. Поэтому вот вам вся правда о спортивной подготовке краеведов. Пусть наши отдохнувшие и довольные лица в конце маршрута вас не обманывают. Сейчас я сниму. Не подкрызну за вас, да? Сколько времени у тебя занял подъем? Ты же засекал. Да. 8 минут 50 секунд. Ого, ты молодец. Вообще спортсмен. Ну, еще учитывая, что полный рюкзак всякой ерунды, но я думаю, что спортсмены это делают за минут 4, наверное. Да, подъем, несмотря на то, что он такой не очень простой, но он короткий. И поэтому просто думайте, когда поднимаетесь, о том, что вы будете быстро здесь и увидите всю эту красоту своими глазами. Кстати, сегодня двое членов нашей команды на лягушке впервые. Хотя они коренные сахалинцы. Да, Лех? Вот так вот. А теперь посмотрим на лягушку с самого выгодного ракурса. Похоже? А так? Айны, древние жители Сахалина, почитали скалу лягушка как храм мудрости и проводили здесь свои ритуалы. А на самом останце было погребальное сооружение – дольмен. Есть легенда, что на этом камне завершила свой земной путь шаманка из племени Ушты, противостоящая злым духом. Ее смертная ложа и стала огромным камнем желаний. Я сколько раз не загадывала тут желание, только на шестой год сбылось. Это какое? Выйти замуж, конечно же. О, как? Так может не в камне делать-то было, Кать? Ой-ой-ой, я тебя умоляю. Мотивация. Многие путешественники верят, что если прикоснуться к камням и загадать желание, оно обязательно сбудется. Попытка не пытка, как говорится. Интересный факт, товарищи. Почему-то женская половина концентрирует свои желания, сидя на камне. А ведь надо все через руки. Так. Слух говорить можно? Тогда не сбудется. Я хочу, чтобы Катя на желание никогда... Ладно. Лично мое мнение, что камушки это, конечно, замечательно. И если у вас есть внутри какие-то сокровенные мысли, можете их рассказать и камням. Но только действия приведут вас к желаемой цели. Поэтому мое желание летать. Хоть и нельзя им доверять, но в интернетах пишут, что некие ученые обосновывают различные аномалии в районе горы Лягушка тектоническим разломом, что проходит здесь на большой глубине. Якобы он вызывает сильные магнитные колебания. Этот вопрос мы задали эксперту. Вот именно в этом месте там нет каких-либо крупных разломов, которые тем более были связаны с тектоническими плитами. Может быть, там есть какие-то мелкие трещины, которые, ну, как бы геологами не идентифицируются. Именно как разломы, которые способны генерировать крупные землетрясения. Более того, в Южно-Сахалинске, ну, рядом с Южно-Сахалинском проходит граница плит, более крупный разлом. И по идее бы тогда, если бы вот такой эффект был, то сахалинцы, которые в Южном проживают, они бы гораздо чаще ощущали бы какие-то аномалии. Энергопрактикой мы с Димой все же решили заняться. Для этого провели небольшой эксперимент. Так, Дима, говорят, что здесь настолько сильное энергетическое поле, что вот если руки опустить к земле, можно почувствовать, как энергия земли проникает в тебя через ладошки. Давай опускай. Ну, что ты чувствуешь? Приятное покалывание. А теперь сделаем так. Нет, серьезно, должно быть по-другому. Энергия должна теперь от солнца идти. Я читала, честно, в интернетах. Давай. Ладно, ладно. Поднимай. Ты как будто сдаешься. Ну что, ты чувствуешь? В наше время тоже. То есть чувствуешь, нет? Чувствую. Что ты чувствуешь? Солнце греет, чувствую. А вы верите в потусторонние силы, в мифы, в легенды? Впрочем, какая разница? С лягушачьего носа открывается просто потрясающий вид на горы и Анивский залив. Перевести дух тут и попить чай с такой картинкой дорогого стоит. Миф номер три. Погодные аномалии подтвержден. Стоило нам подняться, как тучи ушли, и над останцем проглянуло яркое солнце. Путешественники всего мира ездят и ищут места с такой необычной энергетикой для того, чтобы вот как-то отдохнуть, релакснуть и придумать для себя здесь занятия. Например, это остров Бали. Да, со всего мира от вас езжают любители серфа, медитации. Ну, а зачем ехать куда-то, открывать третий глаз, когда можно открыть этот глаз здесь, на Сахарине? Я так поняла, что ты собираешься сейчас меня приобщить к этому своему делу. Да, у меня для тебя наконец-то есть один сюрприз. Пойдем. Что ж, перейдем к очередному мифу. Проверим, а легко ли медитировать в местах силы, долго ли ждать озарения. Катя, у меня для тебя есть небольшое испытание. Как ты любишь превозмогать, отлично для этого подойдет такая сейчас очень модная штука, как гвоздистояние. И у меня в рюкзачке есть как раз гвозди, на которых ты будешь сегодня стоять. Выглядит как галичный пляж, по которому я гуляла в детстве. Ну, почти, только гвозди. Вставая на гвозди, мы стараемся не думать о гвоздях. Звучит как ерунда, понимаю. Но так уж мы устроены, обманываем мозг. Для этого и существуют такие места, как лягушка. Шум воды, деревья, пенье птиц. Все будто создано для того, чтобы уйти мыслями подальше от волнений, боли, переживаний. Смотришь на меня, встаешь в левое, правое. Я же должна в лес смотреть, а не на тебя. Как только ты сможешь, чтобы я ушел, я уйду. Что бы я Катерине не говорил, но я не мастер гвоздестояния. Дилетант, но с мотивацией. Получилось у меня, получится и у нее, и у вас тоже получится. Только гвозди у каждого свои, собственные. Ипотека, депрессия. Правильно нам говорили, на лягушке не только заряжаются энергией, тут место перезагрузки, перезапуска своих внутренних ресурсов. У меня все отключилось, все чувства отключились. Все нормально. Я сейчас буду в обморок. Все, мое испытание окончено. В голове путаются мысли, кровь, венок пульсируют, ноги ватные. Одним словом, хочу попробовать еще, но на сегодня хватит. Молодец, молодец. Я же не простояла даже минуты. Поверь, для первого раза на гвоздях 12 мм, это отлично. Дима обманщик. Оказывается, новички встают на гвозди с шагом всего 8 мм, а мне он подсунул аж 12. Ну, наверное, так сильно в меня верит. Ладно, миф о медитации подтвердили. Тут заглянуть в себя действительно проще. Если вы хотите также попробовать стояние на гвоздях, обращайтесь, пожалуйста, великий энергетик Дмитрий Глаченко проведет для вас мастер-класс. Оставьте свой номер в комментариях, особенно симпатичные девушки, и он вам напишет. Это место весьма популярно в том числе среди любителей ледяного плавания. Если зимой для этого нужна подготовка и закаливание, то летом окунуться здесь может каждый. Вся инфраструктура для этого на месте. Вода в реке Айчки обладает целебными свойствами. Опять-таки миф. Но как тут проверишь, если у Димы на следующей съемке появятся кудри, то точно правда. Что, ты себя чувствуешь полностью очистившимся? Да, я считаю, что наш сегодняшний поход на Айхорп, потому что мы поднялись на лягушку. Мы с тобой постояли на гвоздях, помедитировали, а сейчас мы еще и окунулись в эту замечательную воду. Это полный набор, комплект, прям супер. Чувствую себя, что готов еще раз это выполнить, так как вообще это бодрит. Вот такой он получился один незабываемый день на Сахалине. Мы честно постарались рассказать вам что-то новое. А если вы только собираетесь на остров, то ваше любопытство мы точно разожгли. Надеемся, что самое что ни на есть жгучее. Приезжайте и проверьте все мифы на себе. Думали это все? А вот и нет. Бешеная энергия этого места повлияла на радиоволны. И наше прощание с вами осталось без качественного звука. Так что это были краеведы Екатерина Федорова, Дмитрий Глаченко. Пока. Пока. Дим, ну ты чего? Вот туалет же нормальный есть. Кать, я его знаешь как по старинке привык. Все-таки мы в лесу. Ну а как же руки помыть теперь? Это да. Где тут лопух? Фокусы от Екатерины за 300. А ты смотрела передачу? Помнишь, когда там гладиаторы на бревне бились? Давай один из них продолжит вести передачу краеведы. Тот, кто выживет и устоит на бревне. Ну я предложил ты подумать. Кошмар. Что случилось? Там что ванна из Рэдбула? Я не поняла. Заново идти туда? Ну нет. Давай тоже. Сейчас, ага, на микрофон свой. Не-не. Это были краеведы Катя Федорова и Дима Башенко. Да. Хороший план вести. Пусть у вас хорошая весточка. А у нас для вас хорошая весточка. Все-таки пам, папам, пам. Все, все, раз, два. Дима, как тебе этот день?